Построение. Начальник патрульного конвоя повторяет одни и те же инструкции уже, наверное, в сотый раз. Но мимо ушей их никто не пропускает. Это гельмент. Любая ошибка тут заканчивается печально. Командование 32-го батальона грудинских войск располагается на базе «Дилерам». Отсюда управляются роты, рассеянные по самым горячим точкам, самой горячей провинции, самой горячей страны мира – Афганистана. Здесь наша задача – помощь легитимному правительству Афганистана. Мы стараемся помогать местному населению. Думаю, служба в Афганистане поможет и нашей дальнейшей карьере. Вместе с американскими морскими пехотинцами более 700 грузинских военных выполняют стандартные задания – патруль территории, охрана базы, содействие афганским правоохранителям. Местные говорят, у них получается. Войти в контакт с населением грузинам удается почти так же легко, как и единоверцам афганцев – туркам. Мы рады тому, что здесь стоят грузинские войска. Теперь ситуация спокойней. Тут уже нет талибов. Я помню время, когда в нашем городе стояла советская армия. Тогда мы не выпускали на улицу своих детей. Доверие местных жителей просто так не достается. Его завоевывают каждый день. Мы сейчас находимся в деревне Дуау. Несмотря на то, что это всего в двух километрах от линии фронта, грузинские военные оказывают гуманитарную и медицинскую помощь местному населению. Этот парень обварился в кипятке. На афганской жаре рана быстро бы загноелась, и спасать его было бы уже поздно. В этой деревне нет ни больницы, ни врачей. Вся медицинская помощь приходит на бронированных машинах вместе с гюрджи – грузинским контингентом. Грузины служат в Гельмеде за сотни километров от дома в рамках миротворческой операции НАТО. Рядовой состав получает в среднем около тысячи долларов в месяц, а сама Грузия – дополнительный толчок в своем стремлении в Североатлантический альянс. Тему Фигурадзе, Игоря Табаги, канал Пик Огаризм.